Ну и вот надежда всей Бразилии, ну по крайней мере, той ее команды, которая выступает здесь, в Сочи, в клубе Плотформа, поскольку дело уже пахнет разгромом. 4-1, не 5-0. Расхожая фраза. Ну и, знаете, одно дело приезжать и биться на равных, а другое дело отдаваться вот так вот вчистую, при том, что все победы досрочны. То есть досудейского решения здесь попросту не доводят. С точки зрения российских бойцов, это все правильно. Не хочет, чтобы были какие-то пересуды побеждать досрочно, так что вариантов не было. Бразильцам, ну, здесь какое-то, пожалуй, уже самомнение должно включаться и сыграть. В красный угол ринга приглашается боец из сборной России. Дамы и господа, встречайте! Александр Шторм! Шлеменко! Ну и вот, пожалуйста, Александр Шлеменко выходит на заключительный бой противостояния 5 на 5. Самбо-70 против сборной Бразилии. Ну, это, если брать вот эту пятерку. Ну и по России, я думаю, что немного бойцов по сложным спискам найдутся. 27-летний боец, профессиональный рекорд 39 побед, 7 поражений. Мастер спорта международного класса по армейскому рукопашному бою. Выходится оттуда же. Ну, соответственно, все турниры здесь перечислять у меня, честно говоря, не хватит времени. Бои по-хорошему нет желаний. Боицы велики. Здесь по-другому не скажешь. Но начинал, тем не менее, с греко-римской борьбы в самом родном городе Омске. Давайте послушаем Александра Загорского и уже насладимся поединком. Его профессиональный рекорд 14 боев. 10 побед, 4 поражения. Его профессиональный рекорд 14 боев, 10 побед и 4 побед. Чемпион Бразилии по Лута Ливре, участник и победитель турниров Jungle Fight, Шуто и The Warriors в Бразилии. Дамы и господа, встречайте из Бразилии, из Бразилии, Мако Сантонио Бэдфейс. И его соперник справа от меня в красном углу ринга. Ему 27 лет, рост 181 сантиметр, официальный вес 83,8 килограмма. Профессиональный рекорд 46 боев, 39 побед, 7 поражений. Победитель турниров Чепика 2003, 2004-2007. Чемпион России по Панкратиону 2004. Чемпион Азии 2005. Победитель чемпионата профессиональному Панкратиону 2005. Чемпион Европы по версии IFC 2009. Победитель международного турнира Битва Гладиаторов 2010. Победитель Грам-при Беллатор FC 2010. И победитель международного турнира Fight Festival 2011. Дамы и господа, с удовольствием представляю вам из Омска, Россия, Александр Шторм. Шлеменко и рефери-боя Виктор Корнеев дает заключительный инструктаж. Коротко, емко и без лишних слов. Вы профессионалы, знаете, что надо делать. Вы готовы, вы готовы в бой. Шлеменко. Боец, безусловно, во-первых, очень цепкий, очень жесткий, очень упорный. Практически никогда, даже при самом неблагоприятном раскладе, не включает, что называется, заднюю передачу. Бьется до последнего. Старается выигрывать ярко и эффектно. Это для бойца тоже хорошее, довольное качество. Делать из своего поединка шоу. Ну и достижений. Пока их Александр Загорский зачитывал. Здесь, честно говоря, зритель, наверное, устать кое-кто устал. Ждать кое-кто устал, прошу прощения. Яркая иллюстрация сейчас, прямо с самого начала, попытка провести такой удар, который называется бэкфист. Мало кто делает, а из тех, кто делает, мало кто делает правильно. И чтобы вообще его проводить против довольно такого неприятного соперника, весовая категория подразумевает довольно тяжелый удар. 80 до 84 килограмм. Так что, как оно повернется, никто не знает. Это очень хорошая уверенность в себе. Колоссальный опыт. Ну, конечно, мне вся колоссальная. Касаемо его соперника, Марко Антонио Сантаны. 30-летний боец, 10 побед, 4 поражения. Вот у него как раз черный пояс по Луте Либре. В начале репортажа я упоминал о этом виде спорта. Ну, такой реликвий, если хотите, по-хорошему. С достижениями на серьезном мировом уровне пока еще довольно вяло. Но при этом, ну, это крепкий боец, крепкий, хороший боец. Сюда кого попал-то не приглашали. И ждать, что будет победа легкая, ну, это смонадеянно. Обратите внимание, насколько быстрый. Хорошие ноги, надо быть чуть-чуть повнимательнее. Ну, на руках-то, о, на руках-то вряд ли кто сравнится с российским бойцом здесь. И я прямо не могу. Захлёстся, просто положительные эмоции. Нет, в технике руками, только я сам думал сказать эту фразу, бразилец проигрывает и проиграет наверняка, если будет продолжать в том же духе. И пока я все это про себя думал, Шельбенко просто ударил. Один раз попал и вполне хватило. Ну, срубило, а как? Здесь по-другому и назвать нельзя. Небольшое разочарование, честно говоря, сейчас меня посещает. Я от бразильцев ждал чуть более вменяемого, что ли, представления. И о разгроме 5.0 могло только помечтаться. Так что, в общем-то, очень скоро или бразильское дзюдзюцу, или российское самбо... Ну, он очень двоякин, всегда, как было, так и останется. Но в этом конкретном случае самбо-70, как школа, и самбо, как единоборство, оказывается сильнее для бразильского дзюдзюцу по всем статьям. И Александра Шельменко мы поздравляем с очень убедительной победой. Итак, 5.0, и остается только церемония награждения, которую мы с вами будем наблюдать совсем-совсем скоро. Ну, естественно, после того, как посмотрим повтор, ну, молодец, конечно, и все правильно, все очень четко. Вот это умение большого мастера, состоявшегося мастера, состоявшегося давно плотно, это поймать момент, когда тебе надо будет ударить. Это чувство, его главное не терять за карьеру. Ну, вот здесь. Ушел, соперник пятится, отходит назад, причем маленькими такими шагами, на широко расставленных ногах, фактически безопорно. Ой-ой-ой. И здесь попытка скрыться туда дальше. И здесь зажмуриваются, руки где-то в стороне, то есть не бей меня больше, хватит. Ну, нокаут. Нокаут. И здесь второй добивающий попал сразу. Дальше Виктор Корнеев заслонил своим телом бразильского мастера от того, чтобы Александр Шельменко просто прекратил его избивать. Сухие цифры. Собственно, вот 5-0 без каких-либо вариантов для сборной Бразилии. Субтитры сделал DimaTorzok